Есть и практические аспекты формирования международной компетентности. Успешное взаимодействие межкультурной среди требует определенного уровня межкультурной компетентности. Способности, приобретенные на основе знаний и установок, позволяющих эффективно работать в контексте разных букв. Для лучшего понимания процесса межкультурной коммуникации был разработан ряд теорий. Одна из основополагающих – теория кросс-культурной адаптации Ян Ким, которая рассматривает адаптацию как многоэтапный процесс, в ходе которого человек постепенно привыкает к новым условиям. И динамика этого процесса называется динамика эстрессово-адаптационного роста. Ее можно еще охарактеризовать два шага вперед и один назад. И вот эти периодические отступления, которые возникают, связаны с межкультурными кризисами. Для успешной адаптации необходимо соблюдение некоторых условий. Налаживание контакта с окружающими, позитивный настрой при общении, знание иностранного языка, положительная мотивация, участие в различных мероприятиях и изучение данных, представленных в СМИ. Среди наиболее востребованных на сегодняшний день выделяется теория снижения неопределенности Чарльза Бергера и Ричарда Калабраса. Они утверждали, что при первых контактах люди испытывают напряженность, поскольку не знают, что им ожидать от собеседника. А если коммуникация происходит между представителями разных культур, то это напряжение еще и может усиливаться из-за недостатка информации о нормах поведения, принятых конкретно в этой культуре. Вследствие чего человек может переоценивать, либо недооценивать поведение собеседника. Вследствие чего возникает неопределенность или же неуверенность. Она может быть трех видов. Познавательное, просто от незнания, поведенческое, от невозможности предсказать поведение собеседника, или эмоциональное, от боязни коммуникативного провала. Существует два пути редукции неуверенности. Гроактивный, попытка предугадать поведение собеседника, и ретроактивный, то есть посткоммуникативный анализ. А также три стратегии снижения неопределенности. Пассивная, когда человек просто наблюдает за общением со стороны. Активная, когда он заранее собирает информацию о собеседнике. И интерактивная, когда происходит непосредственно уже взаимодействие, коммуникация с собеседником. И чтобы коммуникация оказалась успешной, необходим достаточный, оптимальный уровень неуверенности. То есть он не должен быть как слишком высоким, так и слишком низким. И, пожалуй, для практического применения теория снижения неопределенности является наиболее важной и популярной. Как упомянутые выше, так и все другие теории, концепции, стратегии межкультурной коммуникации преследуют одну единственную цель – обеспечить успешную межкультурную коммуникацию. И благодаря этим знаниям человек будет приспособиться проще гораздо к любым условиям, ситуациям и найти общий язык с представителями разных культур. Алексей. Спасибо, Александр Евгеньевна. Понимание теоретических основ нашлось свое применение в обобщении этого опыта и в разработке ряда консультарных моделей. Модели, здесь вы видите ряд названий, они вытекают из того, какой характер взаимодействия структурных компонентов в данной, в каждой модели присутствует. Сегодня мы рассмотрим два типа моделей – композиционные, структурные и модели развития. Почему мы выбрали сегодня по времени об этих двух, вы узнаете. Итак, первый тип моделей – композиционный или структурный – характеризуется тем, что в этой модели просто представлены отдельные компоненты межкультурной компетентности, без рассмотрения взаимосвязей между ними. Те, кто занимается этой темой, наверное, знакомы модели Шпиза-Керекова-Кулача, знания и навыки мотивации, модели Хомитрона Ричарса-Шуфарда, которые здесь вы видите на экране, модели Тинктоми и Куроги, основанные на теории сохранения лица, пирамидальная модель Дирграфа и модель глобальной компетентности Хактера-Уайтера-Бубри. К этой группе модели также относятся и моя модель, которая включает в себя четыре параметра навыки межличностного общения, эффективность работы в коллективе, межкультурная эмпатия и межкультурная неопределенность. В этой группе моделей вы видите разные факторы, разные компоненты, но они, в принципе, описывают межкультурную компетентность, исходя из блока знаний, навыков и каких-то личностей, характеристик или качеств. Следующая группа моделей – это динамические модели развития, которые учитывают фактор урения и оценивают индивидуальный уровень межкультурной компетентности на каждом этапе развития. Здесь вы видите модель межкультурной адаптации другого родного аккорна, что с тобой представляет дифферцирование W-образного привода межкультурного шока. Также есть модель межкультурной зрелости Кинга Аксера-Набольджи и модель развития межкультурной чувствительности Кинга Аксера-Набольджи, которая, наверное, известна большинство из вас. То есть здесь есть конкретные этапы, их шесть. Слева – это нацентрические, справа – это нацентрические. И индивидуум прогрессирует, если так можно сказать, от этапа, слева, на этапы направо. Что еще хочется просто сказать? Подробное описание моделей, представленной Большевковой и Тереховой, а очень подробный анализ эмпиологических моделей и методик оценки межкультурной эффективности, были как раз представлены рецентром Куклайома Павловой и другими профессора этого вуза. Почему эти модели еще раз привлекательны? Одна показывает легко оценить межкультурную компетентность статически и, может быть, выявить изъяны и фокусироваться на каких-то аспектах определенной межкультурной компетентности, на остатках и работать с ними. А тут далее, практические упрямления в том, что можно оценить индивидуальный уровень межкультурной компетентности на каждом этапе и тоже работать в этом направлении. Ну, теперь еще больше, да, основу дела и приглашаю нашему коллегу из северной столицы России. Да, здравствуйте, Сванова. Я хочу подлиться с слушателями тем, что я лично наблюдал как в России, так и в США. Эти примеры помогут вам лучше понять теорию краскультурной адаптации КИМ и моделла развития межкультурной чувствительности Беннета. В американских университетах часто обращаются к студентам по именам и не используют мистер, миссис или доктор. В США я использовал обращение мистер на учебе. И даже несколько студентов спросили, можно ли обращаться ко мне в имени, но в России студенты всегда обращаются ко мне на «вы». Чтобы эффективно работать в команде в США, полезно знать, что если приветствуете другого человека рукопожатием, то такое приветствие следует делать как с мужчинами, так и с женщинами. Если мужчина не пожимает руки женщинам, это может восприниматься как грубость. Зато можно приветствовать коллег в некоторых случаях не вставая. Наверное, вы знакомы с парометром дистанции власти и хавстеда. В культуре США этот индекс показывает небольшую дистанцию, в то время как в России он показывает большую дистанцию. Так, в России и США методы снижения непределенности различны. Можно выделить разницу между конкретностью, это специфичной культурой, и диффузностью, параметр Фонс Промпенарс. Специфическая культура предполагает четкое разграничение между публичной и частной сферой личной жизни, и это характерно власть США. Американцы и доволны строго охраняют свою частную жизнь, в нее допускают только близких друзей. Поэтому можно разговаривать с незнакомыми людьми, например, о работе, но не обязательно о семье. Зачастую мы более осторожны и стараемся не забрасывать человека вопросами, представляя ему возможность самому делиться тем, что он считает комфортным. С другой стороны, в поздних культурах привычно совмещать публичное и личное пространство, как, например, в России. Поэтому представители таких культур более строго соблюдают границы своего публичного пространства, так как его нарушение означает вторжение в частную сферу индивида. А последнее тут. Это поведение иностранцев с запада, живущих в России. И так как я американец и я боюсь кого-то обидеть, я хочу подчеркнуть, что эти примеры собственные. Так, следующее модели развития межкультурной чувствительности Беннета. Восприятие культурных различий увеличивается со временем. Однако я наблюдаю две группы иностранцев. Тех, кто остается на первых этноцентристских стадиях и тех, кто продвигается дальше на последние этно-релятивистские стадии. Среди первых особенно выражена недостаточная межкультурная эмпатия и отсутствие интереса к дальнейшему развитию. Среди вторых можно сказать, что произошла некая русификация. русификация. Они начинают осваивать русскую культуру. Такое различие можно объяснить уровнем знания и навыков общения у этих двух групп людей. Например, Карп Райт в своей стадии межкультурной эффективности выделяет значимость параметров театра, познания, мировая ориентация, открытость и другие. Так я сейчас передаю слову. Навык межкультурной компетентности является одним из основных гибких навыков, которые сегодня очень востребованы во всех профессиях, в том числе и не гуманитарных. И они очень помогают людям как в работе, так и в общении. Межкультурную компетентность можно и нужно развивать, поскольку эти навыки за рук успешного взаимодействия человека с окружающим в любых контекстах общения. Рекомендуется включать в обучение межкультурной компетентности программы вузов, особенно на социо-гуманитарных направлениях, которые готовят специалистов для последующего общения с людьми. В организациях эту роль на себя могут взять тренинги, однако осваивать навыки межкультурной компетентности можно и самостоятельно. Но следует заметить, что в освоении этих навыков одних теоретических знаний недостаточно. Они могут явиться только необходимой базой для практического использования и обязательно теории и практика должны идти вместе, чтобы дать тот самый желаемый результат развития межкультурной компетентности. Рекомендуется регулярно применять эти навыки на практике, а теоретическая база межкультурной компетентности подробно описана в книге Алексея Матвеева «Межкультурная компетентность. Теоретические основы». Благодаря вас за внимание. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова